В Саратовской области достаточно большое количество районов, в которых имеются очаги ГЛПС. И по степени активности эти районы тоже разные. Поэтому ситуация в районах разная. Отслеживаем мы это в ходе эпизодологического мониторинга. Учитывается и степень размножения грызунов, и численность их, и инфицированность. Не буду нагружать терминами специальными. Так вот, в этом году у нас еще достаточно спокойная обстановка по ГЛПС. Но в отдельных районах наблюдается увеличение численности. Что уже говорит о том, что начинается активизация, эпидемиологическая обстановка может ухудшиться, но что нарастает активность очагов. Районы с высокой активностью очагов, это и город Саратов, где на Кубыстной поляне отмечались локальные увеличения численности. В целом ситуация по Кубыстной поляне достаточно спокойная. Но в отдельных местах, где создавалась для жизнедеятельности грызунов наиболее оптимальная обстановка, там локальное увеличение численности наблюдалось. Поэтому на Кубыстной поляне сейчас проводятся как раз профилактические мероприятия. Это Татищевский район у нас традиционно с высокой активностью очагов. Саратовский район, который вошел в город Саратов, тоже отличается высокой активностью очагов. Но и ряд других районов, базарных коробу ласки, в основном это районы, представленные лесистой частью, где лесов достаточно много. У нас уже 17 марта прошло заседание санитарно-противопедемической комиссии при правительстве Саратовской области, где обсуждались все вопросы, вопрос прогноза на весну 2020 года, то, какие районы наиболее, в каких районах обстановка может ухудшиться и что нужно сделать. В основном все мероприятия, это мероприятия по благоустройству и мероприятия терроризационные. В принципе, можно разделить на два больших блока. То есть нужно соблюдать правила благоустройства на территории районов, вовремя ликвидировать несанкционированные свалки, все то, что создает кормовую базу для мышевидных грызунов. Ветхие строения инспектировать, чтобы там тоже не заселялись грызуны. И, соответственно, терроризационные мероприятия, такие как барьерная терроризация, терроризация жилой застройки. И информирование населения, вот еще третье, об опасности, которая существует. Вот эти три вещи мы проговорили на заседании за институтом против бюджетической комиссии. Об этих же мероприятиях мы написали в адрес правительства Саратовской области, губернатора, ну и еще в ряд организаций и учреждений, которые так или иначе задействованы в этой работе. Я имею в виду Министерство природных ресурсов и экологии, с которым мы тесно работаем по кумысной поляне. А какая-то информация уже есть по количеству заболевших? Ну, по количеству заболевших могу вам сказать, что у нас пока заболеваемость в Саратовской области находится на спорадическом уровне. Ну, это единичные случаи регистрируются в среднем населении. В 2021 году у нас было зарегистрировано всего 20 случаев в среднем населении. А в этом году, вот за три месяца, ну, учет у нас помесячный, за три месяца семь случаев ГЛПС в Саратовской области. Так что уровень заболеваемости спорадический.